Добрый день, друзья! С вами снова Александр Инокуров, ваш преподаватель по духовым инструментам, клармет, социалфон и флейты. И сегодня мы с вами будем разбирать три еврейские мелодии. Это музыка Крезмер. Кто уже подписан на мой канал, видит мои уроки, знает, что я предпочитаю эту музыку, играю ее. И моя цель – развить в вас музыкальный слух. Поэтому мы играем эту музыку, мы ее подбираем, мы играем ее без нот. Я вам играю и вы пытаетесь повторить. Чтобы вам было легче, я вас с вами разбираю немножко. И сегодня мы будем разбирать трудные места. Все эти мелодии объединяют то, что мы сегодня учим нотку со диез. Она так берется. Причем нужно очень вот этим средним суставчиком мы ее нажимаем, чтобы потом перейти на нотку ля. Как обычно, я играю вам мелодию, вы слушаете ее. И потом вы можете дома видео останавливать и по такам между мной ее разбирать. Итак, слушаем первую мелодию. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, она начинается с нотки со диез. И мы должны не высоко поднимать палец и перекатить ее на нотку ля. И потом, когда у нас только фа будет, мы должны опять нашу руку не дергать. Как это будет звучать? И вот первый сложный переход ля на си. Когда ля у нас уже звучит, мы все пальцы должны опускать. Когда они вместе опустились, мы нажимаем нотку си. И потом снова на су диез, мыслить за пальцами, мы их контролируем, чтобы они не сделали такое резкое движение. Теперь мы должны от си подняться наверх до нотки ми, пугами. Когда мы поднимаемся наверх, мы должны сделать больше дыхания. Опускаемся, мы должны сделать меньше. То, как мы уходим, мы уходим, делаем пьяно. Унищение звука. Когда мы играем какие-то длинные звуки, допустим, нотку ми, да, мы должны за пальцами следить, чтобы пальцы все опускают как можно ниже. Вот это было сложности в первом произведении. Давайте сейчас посмотрим с вами следующую мелодию. Она начинается тоже с нашей нотки ми и постепенно наверх идет по гамме мелодия вверх. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот позвучала мелодия и немножко мы ее разберем. Значит, от ми, четверть с точкой, мы идем наверх, фа, со диез, ля, си, до, ре диез, до. И вот этот первый сложный переход, до, мы должны взять мизинцем левой руки, ре диез мизинцем правой руки, и си мизинцем, опять же, левой руки. Как это будет? ПОВТОРЯЕМ Теперь пошли секвенции, нисходящее движение. Сначала будет до правой рук левым мизинцем, правой мизинцем до си левым, до правой си левым. Теперь будет си у нас с вами левым мизинцем. А теперь си правым мизинцем. Как бы, у нас правая рука стоит на месте, а больше работает у нас с вами левая рука, потому что ля, со диез нам удобнее брать. И еще одну мелодию мы с вами, с вами посмотрим. Она тоже имеет в себе сорт диеза заключается, и опять же наступает постепенное движение наверх. Слушаем ее. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И, как уже было у нас в других нодах, начинается с нотки ми, ми это ауф-такт, и потом соль диез, уже будет первая нотка в такте, она будет сильная, и от нее начинается движение наверх. Вот первая небольшая мелодия с ми до до, как бы у нас такой вопрос, и ответ идет. мы все время меняем, если мы берем, допустим, си до мизинца правой руки, то си должно быть мизинцем левой, если же мы берем си мизинцем левой руки, то до должно быть правой, то есть мизинцы должны постоянно меняться, да, это правильно. И дальше идет вторая часть. Вот вы увидели, да, поднялся зонотки ре, и опускается в нос до су диеза, а потом до мы берем мизинцем правой руки, и нам очень важно стараться только переход до си, ля, си. Когда мы играем до си, ля, си, важно, чтобы, опять же, мы учим ля и си, наши пальцы высоко не поднимались, мы следим, да, и больше ощущение на плавный переход с ля на си. Теперь будет октава ми, ми и потом радиез. Мы опеваем ми, радиез ми, этот звук, потом с ми на си мы должны четко сделать, закрыть указательный пальцы, мизинец. Сначала они вместе как бы мы их соединяем, потом они вместе вот делают такое движение. Это очень важно, потому что если мы сделаем не вместе, мизинец будет выше, этот пальцы у нас будет ниже, и не получится легатом. Если мы поднимаемся от ми, там будет сейчас следующая мелодия, от ми до ми мы делаем крещендо. И вот появилась первая триоль, и мы делаем анцет на первой ноте. Вот сегодня мы на этом остановимся. Я вам показал три еврейские мелодии. С вами был Александр Винокуров, преподаватель по духовым инструментам. Я также даю консультации в онлайн и уроки. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я с удовольствием с вами буду делиться своим опытом и знаниями. И жду ваши комментарии и новых тем, которые я буду освещать в следующих видео.